Андрей Андреевич, что с суррогатным материнством? Души ждут очень попасть в пробирку? Нет, души ждут соединиться между яйцеклеткой и еще чем-то. Так вот, я вам хочу сказать, что суррогатное материнство – это не то, о чем вы думаете. Суррогатное материнство – это когда берут яйцеклетку чужой женщины, молодой женщины, ставят это после этого той женщине, которая может выносить, после этого это оплодотворяют от мужчины, которого человек любит, или женщина не может выносить, но у нее еще есть яйцеклетки, эти яйцеклетки берут, после этого оплодотворяют в пробирке со спермой мужчины, с которым живут, и после этого берут вот эту оплодотворенную яйцеклетку, ее ставят женщине, которая может выносить ребенка. Она вынашивает ребенка, который не является ее, так как яйцеклетка не ее, И не является от любимого человека, это вообще чужой ребенок. Она в этом случае выступает как донор своего тела. Развивается она, как паразит в ней, такое вот существо. После этого она вынашивает и благополучно рождает. И вот такое бывает, не всегда это срабатывает. Бывают и другие специфические случаи. Бывает, когда нет отца, нет матери, еще там что-то нет и так далее. Как я к этому отношусь? Я к этому отношусь положительно со стороны тех людей, которые решили завести потомство, но не могут. И отрицательно со стороны той женщины, которая предает того ребенка, которого выносила под своим сердцем. Ради денег. Вот и все. Поэтому в случае, если женщина родила ребенка и готова его отдать, понимая, что там нет ничего ее, то это предательство. Почему? Что бы ни выносила ты под сердцем, это все равно является твой ребенок. Поэтому хорошо было бы, чтобы женщины, вынашивая детей, любили их до самого последнего дня. Не забывая о том, что их ребенок, и что это самое большое счастье.